Друзья, у нас на связи по скайпу Иван Свяченко, журналист, руководитель проекта «Нонфикшн». С Иваном я поговорю о протестах, которые возобновились в Кишиневе, и которые обрели такой дематургический окрас. К чему они приведут и что от них ждать, я предлагаю поговорить с нашим гостем. Иван, здравствуйте, слышали в студию. Да, здравствуйте, добрый день. Иван, рад вас видеть, благодарю за приглашение. Ну вот вы, безусловно, следите за протестами, комментируете их, как бы, да, видел у вас ваш последний пост после последнего, по-моему, воскресного протеста. Вот протесты становятся, там все больше драматургии. Вам не кажется, как вам драматургия Марина Таубер и вот этой женщины в Бельцах, да, помните, когда она упала? К чему бы это вообще? Как вы это объясняете? Я бы сказал, что эта драматургия довольно цирковая. И чем больше будет цирковой драматургии, тем быстрее избиратели Республики Молдова перестанут испытывать какие-либо иллюзии в отношении партии на три буквы, перестанут заниматься глупостями, ездить на платные протесты и займутся делом. В принципе, работать это штука полезная, особенно весной. Хорошо, а как вы оцениваете призывы этих людей? Насколько они вообще обоснованы заплатить, оплатить все счета? Вот в Кишиневе Шор просит оплатить счета за три месяца, а в ГГУЗе пошли еще дальше, просят за два года оплатить счета. Как бы вообще, насколько это, что это за протесты, что это за призывы такие? Я очень не люблю халявщиков. Я привык оплачивать свои коммунальные счета. Даже если у меня в какой-либо месяц не хватает денег на оплату отопления, самого главного счета зимою, я растягиваю оплату на год. Это такой беспроцентный кредит от нашего государства, чтобы им не попользоваться. Что касается призывов оплатить счета за три месяца, за два года, ну, может, за 10 лет оплатить счета, потребовать. Это фантастическая, феерическая какая-то ересь. В мире такого нет. Если мы посмотрим на какие-либо африканские демократии, и в Африке такого нет. Это молдавское изобретение. Я надеюсь, что все же большинство избирателей нашей страны, люди более вменяемые, нежели те, кто приходят на протесты. И поддерживать подобные предложения, ну, не то, что глупо. Это противоречит здравому смыслу. Никто никогда, никому, ни в одной стране мира не оплачивает коммунальные счета. Ты нажег электричество, нажег газа, попользовался, я не знаю, там, интернетом. Ты за это платишь. Это абсолютно реальные, нормальные обстоятельства. Если ты в 20 лет этого не понял еще, ладно, но если ты не понял это в 30 лет, в 40 лет, в 50 лет, в 60 лет, то ты немножко не совсем адекватный человек. Это абсолютно бессмысленные требования. Это даже невозможно назвать популизмом. Это просто идиотизм. Ну, хорошо, а вот этот идиотизм, он популярен, он набирает очки в обществе, по вашим ощущениям? Нет. Эти лозунги. По моим ощущениям, он не набирает очки. И помните, Михаил, когда перед началом протестов прошла пресс-конференция главы Кишневской полиции, господина Фрико Юсану, которая объявила о задержании группы людей, которые собираются, ну, как-то дестабилизировать обстановку в стране. Тут же, через 15 минут, и компания господина Кавкалюка объявила о том, что нет, мы все, мы не протестуем, мы в этом протесте сегодня не участвуем. И компания, другая ГОП-компания, Скутлу-Попорулу, не очень разбираюсь, кто в нее входит, насколько это политически мощная структура, тут же, через 15 минут после обысков и задержаний, после арестов, тут же объявила о том, что и мы не участвуем в протестах. Если кто-то из нас будет участвовать в протестах, то это личное дело каждого, они не представляют организацию. А что случилось, хочется задать вопрос. Что такое произошло? Что союзники господина Шора взяли и прекратили оказывать ему свою политическую поддержку? Может быть, немножко напугались? Или правоохранительные органы Республики Молдова работают хорошо? Кстати, как вы оцениваете работу? Вот тот факт, что они, да, вот это видео, да, обратите внимание на хронологию, да, вот они буквально перед протестами вышло вот это видео, оно появилось в интернете, в телеграм-каналах, которое, ну, с моей точки зрения, не вызывает никаких сомнений в его подлинности. Это не то видео, которое мы смотрели, документальный фильм в Приднестровье, да, помните, там по поводу покушения на, попыток покушения на Красносельского, да, там сразу раскрыли и сразу записали документальный фильм. Здесь гораздо все более аутентично, не вызывает никаких сомнений. А вот как вы оцениваете в целом, да, вот это только на этот раз так получилось, или в целом можем говорить о том, что работа наладилась в правоохранительных органах? Я боюсь говорить, что работа наладилась, но работа, безусловно, ведется. И я связываю подобную оперативность и четкость действий с новым премьер-министром Дурином Ричаном, который раньше был, у него есть в CV запись министра внутренних дел, я думаю, что человек, знакомый с силовым блоком Республики Молдова, более эффективно может с ними взаимодействовать и как-то, не знаю, координировать решения и предпринимаемые планы, реализацию предпринимаемых планов. Мне кажется, что, ну и можно назвать, наверное, это жестким задержанием, но люди, которые действительно хотят дестабилизировать ситуацию в Республике Молдова, заслуживают наказание по статям нашего уголовного кодекса, избе на родине и попытка госпереворота, а это 20 лет. Вот когда кое-кого посадят на 20 лет, попыток госпереворота станет гораздо меньше в нашей стране. А вот получается, что бывший министр внутренних дел Ричан обыграл бывшего заместителя главу генерального инспектората полиции Кавкалюка, получается, да, или как? Ну, я бы вообще не воспринимал бы господина Кавкалюка как профессионала. Человек, который в 38 лет называет себя генералом, довольно смешон. И человек, который в 38 лет вышел на пенсию, смешон дважды. Журопает, журопает, да, как говоришь. Генерал, 38 лет пенсионер, сбежавший в Лондон, смешон трижды. Это не политическая сила, это не политическая партия. Это сборище бывших соратников господина Плокотнюка, которые никак не могут смириться с тем, что время их прошло. А время их прошло, и, боюсь, безвозвратно. Хорошо, а что же делать с партией ШОР? Их время прошло, как в этом случае? Потому что союзники, ну, во всяком случае, на предыдущем протесте отвалились. Я не знаю, что будет дальше, как бы, да, но если и так же пойдет дальше, в смысле, с деятельностью и с эффективностью полиции, то, скорее всего, отвалится и дальше. Но вот с эффективностью партии ШОРа, вы по поводу этого что можете сказать? Как долго мы будем это все наблюдать, с вашей точки зрения? Пока не кончится финансирование, это все очень просто. Есть деньги, есть протесты, нет денег, нет протестов. Финансовую поддержку господину ШОРу оказывает Российская Федерация, это всем известно. Если правоохранительные органы Республики Молдова в состоянии перекрытия финансовые потоки, притом не только безналичные, но и наличные, не будет денег, не будет протестов. Все очень просто. Но пока что я не вижу каких-то реальных способов все это прекратить. И какое-то время мы еще будем наблюдать весь этот дешевый цирк. Дешевый он с точки зрения наблюдателя, а так-то, конечно, затратный. Хорошо, а вот по поводу эффективности работы. Вот, допустим, в Гагаузе опять в это воскресенье тоже прошел такой мини-протест, там процентов 7 человек, человек 70-80 может было. Хотя организаторы говорят, что там было пару-тройку сотен человек. Но вот в конце или в течение этого митинга один из организаторов сказал, что якобы любых протестующих сейчас обвиняют либо в сепаратизме, либо в заговоре против Республики Молдова. Таким образом намекая, что в Республике Молдова осуждается сама идея протеста. Насколько вот эти все протесты, и в частности в Гагаузе, с вашей точки зрения, связаны, и насколько они аутентичны, и насколько, или, скажем, преувеличиваем ли мы, передергиваем ли мы, или те, кто обвиняет это все в попытке дестабилизации страны? Я не сторонник навешивания ярлыков о попытках госпереворота и прочих таких громких заявлениях. В конце концов, это дело суда. Да, у нас суды, прямо скажем, специфические, реформа юстиции несколько буксует, но без реального решения прокуратуры и решения суда говорить о каких-либо попытках госпереворота, на мой взгляд, преждевременно. Вот что меня на самом деле удивляет, это то, что о полицейском государстве и запрещении протестов говорят люди, которые очень любят Владимира Путина. Как это совмещается в одном мозгу, я не понимаю. Это довольно алогично. То, что происходит сегодня в Российской Федерации с протестами, показывает, что Молдова – это реально седьмое небо рая по поводу протестов. Любой может выйти на улицу с любыми плакатами, ну, может быть, кроме каких-либо совсем уж шевнистических, протестовать в любом месте Кишинева, Камрата, Бельц, любых частей, которые контролируются конституционными властями Республики Молдова, выходить с протестом и говорить то, что ты думаешь. В России такого нет. В России тебя за пустую бумажку могут посадить на семь лет. И как люди, протестующие в Республике Молдова, могут любить одновременно Владимира Путина, я не понимаю. Это вот загадка 2022-2023 годов. Да, как могут одновременно любить и Путина, и любить протесты, да? Да, да, да. Ну, хорошо, вы не любите намешивать ярлыки и предлагаете дождаться решения суда и результатов работы прокуратуры, которая, в принципе, и должна нам сказать, это попытка государственного переворота или не попытка государственного переворота. Но если вы не готовы называть то, что происходит в Республике Молдова сейчас, протесты партии Шора и поддельников партии Шора, эти протесты вы не готовы называть попыткой государственного переворота, то тогда что? Осваивание денег Российской Федерации или что это? Это осваивание денег Российской Федерации, это попытка дестабилизировать общество, попытка продолжить закрепление в политическом поле страны и работа на собственный рейтинг. В конце концов, мы же помним, что помимо выборов Башкана, у нас предстоят в этом году местные выборы, а там не закорабли парламентские, и по опросам как-то не смешно, одновременно это и грустно. В парламент по-прежнему проходят всего три партии, и одна из них партия на три буквы. Чтобы получить больше, чем шесть мандатов, необходимо работать, вот товарищ работает, тратит деньги. Хорошо, вот по поводу выборов в ГГУ, сейчас хочу вас спросить, и по поводу политических перспектив Республики Молдова, наверное, будет следующий вопрос. Вы уверен следите за тем, что происходит в ГГУ, и как развивается эта избирательная кампания. Что вы в целом можете сказать о политическом дискурсе, и по поводу тех политических опций, которые стоят перед ГГУ? Как бы, хрень редкий, не слащий, или как вообще? Есть ли вообще выбор? И что нам ждать от этих выборов? Ну, я не могу сказать, что я прям вот знаком со всеми кандидатами, в Башканы, которые, по крайней мере, сейчас заявляют о желании. Там все пророссийские, если так. Да, 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 совершенно верно. Мне кажется, что политическая жизнь в ГГУ скучна, потому что нет альтернатив. То бишь, если бы в ГГУ появился унионист, это бы очень сильно оживило кампанию. Да, возможно, он бы не победил ни на выборах Башкана, ни на выборах в Народное собрание Гагаузии. Но это было бы интереснее и полезнее для политического процесса. Когда у тебя общество видит одну линейку кандидатов, кто больше хочет поцеловать Путина, хочет в ушко поцеловать или в пупик поцеловать. И в этом разнице в политических программах, для меня, как человека, наблюдающего за избирательными процессами на протяжении, о господи, трех десятков лет, это очень скучный дискурс. Мне хочется чего-то нового. И более того, я уверен, что и молдавское общество в целом, и ГГУ в частности, давным-давно заслужили намного более умных и интересных кандидатов на публичные должности. А что вы скажете на этой попытке руководства ГГУ? В частности, и Единый Улах, и тех кандидатов, которые сейчас баллотируются, многие, которые баллотируются сейчас на выборах Башкана, капитализировать, политически капитализироваться на неприязни общества к партии ПАС и к Майя Санду. Как вы это оцениваете? И согласны ли вы с этим, что есть попытка капитализировать заработники политического капитала именно на том, что здесь не любят ПАС и постоянные беспорядные критики ПАС? Мне кажется, в продолжении предыдущего нашего абзаца это очень скучно, потому что не настолько ужасен Кишинев, не настолько кошмарно партия ПАС. И Майя Санду детей не ест, и взяток не берет, реально взяток не берет. В отличие от многих политиков Гагаузири, можно было бы и поучиться у Майя Санду не брать взятки. Это искусственное разделение Камрата, Кишинева, которое продолжается на протяжении годов. И, на мой взгляд, оно еще будет некоторое время продолжаться. Это эволюционные процессы. Общество должно созреть до того, чтобы отвергать кандидатов, которые говорят глупости, которые вместо каких-то вменяемых шагов, вменяемых программ боятся румын, боятся партию ПАС, не любят партию ПАС. Бог с ней, с партией ПАС. Проблем настолько много, и проблемы, в принципе, настолько несложно решить. Вместо того, чтобы, извините за неполитократный термин, и шачить, вы занимаетесь, уважаемые господа политики, сотрясанием воздуха. Мне скучно смотреть на сотрясание воздуха. Я сотрясание воздуха вижу 30 лет подряд. Мне хочется работы. Увидеть работу и какую-то программу. Я ее не вижу. А поработать не хотят или не умеют, с вашей точки зрения? Это хороший вопрос. Тут зависит от персонали. Некоторые просто неспособны, физически неспособны, и в дворники не возьмут. Некоторым необходим, наверное, какой-то толчок. Политики, они же не совсем самостоятельные люди. Таких вот прям персон, ну не знаю, Маргарет Тэтчер появляется редко. И в Молдове тоже появляется редко. Необходима какая-то команда людей, которые, ну, способны на мозговой штурм. Сесть за бутылкой кофея и написать программу, политическую программу. Что мы хотим сделать и как мы хотим сделать. Можно написать программу, давайте всем заплатим по 10 тысяч леев. Вот партия на три буквы выдвинула такую законодательную инициативу. Замечательная и очень несложная технология. Всем по 10 тысяч леев. Ну, Михаил, вы против? Конечно, нет. Хотите 10 тысяч леев? Хочу. Я тоже хочу. Но это же глупости. Такого не бывает в этом мире. Ну да. А это подвигается. И подобное вот копание на уши, развешивание лапши на уши молдавским избирателям, чем дольше оно длится, тем печальнее наше будущее. Потому что не только избиратели должны умнеть, но и политики должны умнеть. Политики должны понимать, что выдвигание бессмысленных популистских инициатив это не то, что плохо. Это бессмысленно. Это бессмысленно для их собственной карьеры, их собственной жизни и для будущего нашей всей страны. Если говорить о будущем, вас не смущает то, что по опросам сейчас, если смотреть на опросы, то в парламент, как вы сами сказали, да, в рамках сегодняшнего интервью, да, что в парламент проходят те же самые три партии, одна из них партия на три буквы. И в принципе на политическом ландшафте республики Молдова из тех партий, которые проходят, в случае, если следующего скачения пройдут выборы, проходят в парламент, нету других партий, кроме ПАС, которые могли бы, подняли бы знамя европейской интеграции и понести его дальше. То есть, альтернатива ПАС из тех партий, которые проходят в парламенте, которые потенциально могли бы взять власть в этой стране, это партия на три буквы и блок партии коммунистов и специалистов, которая, очевидно, против европейской интеграции. Вас это не смущает? И что делать с этим? У меня есть рецепт, могу поделиться. Для следующего списка депутатов партии ПАС необходимо коллекционное соглашение с другими проевропейскими партиями. Все очень просто. Чтобы притянуть голоса от других проевропейских партий? Да. Но там в общей сложности, если посмотреть на эти проевропейские политические партии, там голосов очень мало, то есть основные голоса забирает партия ПАС, если так посмотреть по большому счету. Я не говорю про голоса, я говорю про кандидатов. Голосуют за кандидатов, и когда у тебя в списке 50 ярких, умных кандидатов, это гораздо лучше, чем у тебя на 101-м месте неизвестный к никому студент. А собрать хорошую команду, это один из залогов успеха. Ну и, конечно, нужны дела. То есть реформа юстиции нужна. Ну, посмотрим, как ПАС на это отреагирует. Надеюсь, они посмотрят эту передачу, услышат ваши предложения. Хорошо, если возвращаться к протестам, наверное, последний вопрос. Что вы ждете от этого протестного сезона? Или это будет и дальнейшее зарабатывание денег, или что-то, какие-то, какой-то опасности ждать нам все же стоит? Я не особо верю в опасность. Я надеюсь, что правоохранительные органы страны будут работать эффективно, и служба информации безопасности будет работать эффективно, и МВД будет работать эффективно. Я жду, что протесты как можно быстрее закончатся, и мы начнем работать. К сожалению, наше общество немного привыкло к войне, адаптировалось к войне, которая ведется против Украины, Российской Федерации. С одной стороны, это плохо, с другой стороны, это, естественно, реакция общества на то, что продолжается уже больше года. У нас есть чем заниматься. У нас нет войны. У нас есть очень много помощи со стороны наших внешних партнеров. Давайте работать. Давайте работать. Я думаю, хороший призыв для завершения нашего интервью. Иван, спасибо большое. Благодарю вас за что пришли и прокомментирую ситуацию. До свидания. До свидания.